здравствуйте уважаемые друзья соратники начинаем трансляцию из москвы государственная дума сейчас мы видим одиночный пикет национально-освободительного движения тема у нас все та же уже восемь месяцев подписи собираем подписи сейчас немножко изменилась тема потому что финалу подходит наша акция по сбору подписей и мы уже несем передаем требования властям подписи а уже отнесли уже отнесли одну партию в следственный комитет совет совет федерации а также мы будем эти подписи подносить и президенту и депутатам государственной думы правительству верховному суду и генеральной прокуратуре все это мы поочередно будем подносить вот сейчас 150 тысяч обработанных подписей на жесткий диск закачали и перед передали так что здесь мы будем стоять долго и оповещать народ в том что мы уже идем и несем а также мы требуем чтобы чтобы нашу акцию осветили в СМИ потому что до сих пор нет прорыва в СМИ по национально освободительному движению и по нашей акции здравствуйте расскажите пожалуйста по какому поводу ваш пикет мы стоим уже 8 месяцев собираем подписи на данный момент мы еще продолжаем собирать их собрано больше двух миллионов здесь на плакате написано что 150 более 150 уже проданы некоторые как бы инстанции инстанции властей остальные в офисе просто зарабатываются везде пикетами поддерживаем здравствуйте 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 нашу акцию по всей Москве по центру проходят вот такие одиночные пикеты оказываем начинаем оказывать давление на органы власти плюс наши подписи обработанные и все это Денис Сергеевич дает такой определенный политический фон от которого он не отвертеться в том числе и депутатам Государственной Думы это что за статья? так что так что с каждым днем наше давление будет только усиливаться и количество подписей растет с каждым днем и растет количество людей которые знают об этом поставили подпись и готовы в том числе активно включаться в нашу борьбу поэтому все вперед кто не поставил подпись ставим подпись даем ее и идем отстаивать свое право в законных акциях по всей стране Денис Сергеевич хочу вас поблагодарить за новости которые вы даете еженедельно прекрасное освещение вам спасибо вы мне даете обратную связь и я уже соответственно на основе нее даю вот эти вот итоги недели поэтому это наш общий продукт да спасибо и вам спасибо 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 Денис Сергеевич Ганич это наш идеолог партии национальный курс а также редактор газета национальный курс продолжим Олег продолжим меня немножко перебили в принципе часть информации уже сказана ну я закончил то что подписи начались передаваться более 150 уже по различным властям инстанциям властей переданы и фактически уже началось как бы процесс понемногу Вадим сейчас придет начался процесс как бы ну инициирование референтов это будет непростой процесс мы будем продолжать подписи собирать их в обработке сейчас более двух миллионов вот и постепенно будем отдавать все это будет дублироваться и в электронном носителе передаваться по инстанциям что бы я хотел сказать здесь написано кстати ко всему что ради чего мы собирали эти подписи в основном по двум статьям это отмена этих статей то есть первая статья это 13-й пункт второй запрет на государственную идеологию то что фактически нам запрещено иметь свой путь развития нам навязывают тот путь развития который нам неприемлем и невыгоден и статья 15-й пункт 4-й это приоритете международных норм и правил над нашими законами то есть нам законы пишут как бы американские советники вот конкретно это международный валютный фонд который эти написанные законы отдают значит правительство в госдуму которые обязаны просто безоговорочно принять все эти законы так как бы нам навязывает вот эта статья конкретно по сути этой статьи указано постановление номер пять от 2003 года 10-го 10-го Верховного суда и там как бы очень хорошо все это подробно сказано люди подходят разбираются вопросы задают объясняем вот и подписываются продолжаем собирать подписи ну что еще хотите сказать скажите какие сайты сайт руснот за референдум на руснот.ру руснот.ру да за референдум народ.ру это основные сайты по которым можно найти всю информацию да вот за референдум народ.ру это как раз сайт созданный для того чтобы ориентироваться по бланкам распечатать нужный бланк а также есть информация по всем статьям по всем колониальным статьям конституция 15.4 13.2 а также по земле и по госбанку все эти пункты можно там найти видео по всем этим пунктам и по госбанку по госбанку по госбанку и сейчас подходил еще мужчина сюда хотел встать в пикет но так как у нас уже стоит пикетчик кто он не смог сюда встать куда-то отошел хотел встать с требованием со своим требованием по изменению пенсионной реформы то есть вернуть тот возраст который был но это сделать невозможно это сделаем после того как изменим колониальные статьи конституция пенсионную реформу как раз продиктовал наш нам мвф по нашей именно конституции по статье 15 пункт 4 и не выполнить этот приказ было невозможно все это все видео можно посмотреть на наших сайтах за референдум народ точка ру и русно точка ру также этот мужчина предлагал говорит что вы тут стоите сколько говорит времени стоите 7 лет вообще-то нот стоит с этим с требованием поменять статьи этой конституции он говорит ну нужно в рое это российская общественная инициатива зайти и там проголосовать я говорю а вы сами там пробовали голосовать да пробовал но что-то там маловато ну вот и ответ вам наш я говорю поэтому мы сами тоже в рое делали этот вопрос по изменению 15 пункт 4 13 пункт 2 собирали народ но так и в осы по ныне там немножко там зарегистрировалось людей регистрация очень сложная сама там регистрировалась хотя я с компьютером у меня все нормально с техником но людям которые далеки от интернета это просто практически невозможно сделать поэтому сбор подписей в живое это самое лучшее что можно было придумать в нашем случае поэтому мы это и делаем хоть это и сложно но мы это сделаем сделали уже и делаем поэтому заходите вот кто не в курсе заходите на наши сайты смотрите распечатывайте понравившийся бланк с нашими предложениями но самое первое что отменить 15 пункт 4 13 пункт 2 это во всех бланках и дальше смотрите что вам подходит какие статьи конституции в будущей конституции нужно еще поменять или внести так что участвуйте в жизни страны а также вот как раз сейчас подходил Денис Сергеевич Ганч у него очень хорошая передача ежедневные новости за неделю вот вот и группа за референдум группа вконтакте за референдум там можете посмотреть как раз видео где он все подробно говорит вот я тут написала буквально вчера его была трансляция итоги недели я рекомендую посмотреть вот он вчера говорил значит о наезде на Владимира Владимировича Путина от Максима Галкина потом о дискуссии по теме белое-красное белое-красное это праздник 4 ноября или или это не праздник ну и тема гражданской войны то есть вот эта тема она же идет уже более 100 лет белое-красное но вот эти все белое-красное они все переживали и те и другие за нашу страну за нашу страну переживали а сейчас мы должны все объединиться все объединиться потому что после госпереворота 91-го года мы просто стали колонией американской и белые и красные колыхнули страной а потом нас просто ослабевших превратили в колонию закрепив колониальные статьи конституции после референдума 93-го года а ну вот я немножко отклонилась значит о чем он там говорит Денис Ганич значит вот это про гражданскую войну белое-красное а потом о Боливии затронул вопрос геополитики Франция а потом негативный фон на телевидении то что мы сейчас видим это просто уже ну и не знаю это 90-е годы уже то что нам лили в уши в 90-е годы по теле с ящика с этого это убийство расчленение с детьми там что творится ужас ну в общем 90-е информация это ну вот я например согласна с теми учеными которые которые говорят что информационный информационное поле земли зависит от нашего психического психологического состояния отсюда и природные катаклизмы это говорят ученые я вот с ними согласна потому что мы все едины что природа что мы поэтому вот сейчас эти катаклизмы идут природные что творится колыхнули мы природу своим состоянием и сейчас идет отдача это мое личное мнение дальше у него тема про богомолова про спектакль норма тоже интересно но это как раз статья 13 пункт 2 наша идеология которой нет ну и естественно новости по сбору подписей о том что не было обращения людей к властям поменять внешнее управление и не было запуска той машины подготовки к референдуму вот и все вот ответ почему у нас ничего за 30 лет не было от народа не было запроса дальше он говорил об интеллектуальном потенциале в нашей стране и обрушение доллара дальше еще ответы на вопросы посмотрите это за 11 11 итоги недели от ганича группе в группа в контакте за референдум заходите смотрите ну на этом я заканчиваю трансляцию вела Сафронова Ольга партия национальный курс до свидания всем